Здравствуйте! Переводчику и редактору не обязательно любить музыку и живопись. Однако, независимо от пристрастий, желательно владеть хотя бы элементарными терминами этих искусств. Их незнание, как я сегодня попытаюсь показать, приводит к бессмыслице. Приветствую вас на канале «Языковые тонкости». Я – аватар Дмитрия Ермоловича, доктора филологических наук, лингвиста, переводчика, преподавателя перевода, автора около 140 научных трудов и учебных пособий, а также многих видеолекций. Разговор о музыкальных терминах мы начнем с фортепиано. Все, конечно, слышали фортепианную музыку, но почему-то не все понимают, что такое фортепиано. Давайте посмотрим вот этот короткий фрагмент из современного сериала с переводом в субтитрах от группы «Cold Film». Вы внимательно читали субтитры. Хотелось бы поближе познакомиться с семьей, которая пожелала купить своему ребенку фортепиано. Что же это за инструмент такой? Давайте разбираться. Заглянем в российский энциклопедический словарь. Там сказано «Фортепиано – ударно-клавишный, струнный музыкальный инструмент, современными видами которого являются рояль и пианино». Итак, фортепиано – это обобщенное название для инструмента, который существует в двух разновидностях. У этих разновидностей – рояля и пианино – одинаковая клавиатура и очень похожее звучание, на них играют одни и те же произведения, и поэтому говорят «Пьеса для фортепиано – играть на фортепиано». Но сами эти разновидности имеют принципиальное отличие. У рояля струны натянуты горизонтально, а у пианино – вертикально. Когда-то, до начала 19 века, фортепиано имело совсем другой вид. Оно было похоже на маленький и легкий рояль, струны у него были горизонтальные, но педали, которыми оснащены как рояль, так и пианино, у большинства инструментов отсутствовали. Звучание у него было особенное. Такой старинный инструмент по-русски называется «Хаммер клавир» или «Молоточковое фортепиано», а по-английски «Фортепиано». И, кстати, я могу назвать довольно известный фильм, где фигурирует подобный инструмент. Это австралийский фильм «The Piano» 1993 года режиссера Джейн Кэмпион. Сюжет этой кинокартины разворачивается в середине 19 века. У героини фильма есть любимый музыкальный инструмент, который мы видим не только на протяжении всего фильма, но и на его рекламном постере. Он похож на рояль, но значительно меньше. Кроме того, у него четыре ножки, а не три, как у современного рояля. Нет педалей. Такой инструмент и можно назвать старинным фортепиано. В русском прокате этот фильм назывался иначе. Догадались, как? Увы, конечно же, пианино. Ну ладно, прокатчики и переводчики 90-х годов, им еще можно сделать скидку. В этот ранний постсоветский период они захлебывались во внезапно открывшемся потоке иностранной культурной продукции и еще, честно говоря, мало что соображали. Но наша многомудрая, в кавычках само собой, русская Википедия до сих пор блистает этим безграмотным русским названием фильма. Итак, это был старинный инструмент. А сегодня фортепиано – это, как я уже сказал, родовое, абстрактное понятие, такое же, например, как головной убор. Нельзя изготовить или нарисовать головной убор вообще. Можно сделать или изобразить только один из его видов – шапку, шляпу, кепку и так далее. Точно так же фортепиано. В наши дни оно может иметь вид только одного из двух инструментов – или рояля, или пианино. Сказать «нам нужно купить новое фортепиано» – это все равно, что сказать «он предложил ей конечность и сердце». Рука, разумеется, конечность. Но если заменить руку на конечность, получится смешно, потому что ногу и сердце предлагать не принято. По той же причине смешно звучит и фраза «Терезе нужно новое фортепиано». А как обстоят дела в английском языке? Там есть общий термин – piano, который тоже объединяет обе разновидности инструмента. Но когда хотят уточнить, какая из них имеется в виду, добавляют прилагательные. Grand piano – это рояль, upright piano – это пианино. Ещё раз послушаем фрагмент фильма по-английски. Да здесь прямо сказано, что Терезе нужен рояль – grand piano. А слово upright замещает полный термин upright piano, то есть пианино. Фразой «Who are we fooling with this upright?» мать девочки намекает на то, что пианино не производит никакого впечатления на гостей. Кому мы хотим пустить пыль в глаза этим пианино? С её точки зрения, рояль совсем другое дело. Он выглядит внушительнее. Но переводчики фильма, видимо, не поняли, что такое апрайт и написали какую-то ерунду про развалюху. Старика старуха забронила. Дурачина ты, простофиля. Не умел взять выкупа с рыбки. Попросил бы новую пианино. Наша-то совсем развалилась. Не меньшую безграмотность проявили и те, кого компания Дисней подрядила сделать русскую дублированную версию своего фильма «Мэри Поппинс» 1964 года. К слову, добавлю, что этот перевод в целом никуда не годится, и об этом я написал статью «Что можно сделать из конфетки», которую вы можете прочитать у меня на сайте. Ссылка дана в описании. Посмотрим маленький эпизод из этого фильма сначала на английском языке. А теперь тот же эпизод в официальной дублированной версии фильма. И вот еще что. Да, дорогой. Пора бы уже пианино настроить, потому что, садясь за инструмент, я хочу, чтобы он звучал. Да что же это такое? Как можно говорить про пианино, если в кадре отчетливо видно, что мистер Бэнкс сидит за роялем? Ну что же, с фортепиано, роялем и пианино мы разобрались. Поговорим о другом музыкальном термине, который наши переводчики постоянно переводят с ошибками или не переводят вообще. Предлагаю вам посмотреть три фрагмента из англоязычных фильмов, озвученных по-русски. Для вашего удобства я снабжу их английскими субтитрами, то есть оригинальным текстом, который произносят персонажи. Постарайтесь определить, что между этими фрагментами общего. Дэвид, идем, мальчик мой. Сегодня мы дадим отдых мышцам и пальцам. Будем развивать воображение. Первый темп – каденса. Давай-ка, подхватываем. Эти аккорды не подходят. Давай договоримся. Мы твою строчку поменяем, если я оставлю эти аккорды. Согласны, нет? Это не рыночная торговля. Мы делаем хорошо или плохо, вкладываем душу или нет. Да пойми ты, сейчас четыре утра, и мы пишем не последний вариант гениальной симфонии. Что? Я просто не понимаю, маэстро. Где конец? Она не кончается, она стремится. Ну как, догадались, что общего между этими кинофрагментами? Надеюсь, что да. Во всех трех используется термин movement. Но значит он здесь вовсе не движение. В английском языке словом movement обозначают часть музыкального произведения. Именно словом часть и следует передавать этот музыкальный термин по-русски. Интересно, как по-разному выходили из положения переводчики, не догадавшиеся лишний раз проверить слово по словарю. Итак, первый фильм «Блеск», по-английски «Shine», биографическая драма об австралийском пианисте Дэвиде Хельфготти. Переводчик не мудрствовал лукаво, а перевел movement как темп. Первый темп – таденса. First movement – первый темп. Его не смутило, что это совершенно нелепое сочетание, и он, видимо, не счел нужным посоветоваться не то что со специалистом, но хотя бы с участниками какого-нибудь музыкального чата. Второй эпизод из романтической комендии «Музыка и слова» «Музык и лирикс», где по сюжету композитор-песенник работает над новой песней в сотрудничестве с соседкой, которая умеет, как выяснилось, сочинять стихи. Здесь слова «The last movement of the Jupiter symphony» отсылают нас к симфонии номер 41 до мажор Вольфганга Амадея Моцарта, известные также под названием «Юпитер», сочинению, восхищавшему Петра Ильича Чайковского особенно из-за его финала, то есть как раз последней части. О ней-то и говорит герой фильма. Мы же пишем не финальную часть симфонии «Юпитер». А в переводе «Трай, мы пишем не последний вариант гениальной симфонии», часть симфонии превратилась в ее вариант, а отсылка к моцартовскому шедевру исчезла вовсе. Ну что тут скажешь? У нас некоторые юмористы любят обвинять американцев в недалекости, но в данном случае интеллект героев фильма, как небо от земли, оторвался от уровня знаний и переводчика, и той потенциальной публики, для которой он, видимо, предназначал свой перевод. Слушаем еще раз фрагмент из фильма «Переписывая Бетховена», известнейшего режиссера Агнешки Холланд. Это разговор Бетховена со своей ассистенткой Анной Хольц, правда, персонажем целиком выдуманным режиссером. Я просто не понимаю, маэстро. Где конец? Итак, Анна спрашивает. Where does the movement end? Переводчики проявили здесь наименьшую степень выдумки. Они просто выбрасывают ключевое слово movement. Я просто не понимаю, где конец, говорит Анна. Интересно, конец чего имеется в виду? А если это конец всего произведения, то как же Анна могла его не увидеть? Правильный же перевод таков. Где заканчивается эта часть симфонии? Кстати, следующая реплика тоже содержит грубую ошибку. По-английски мы слышим. It doesn't end. It flows. А по-русски. Она не кончается. Она стремится. Кто это она, которая не кончается? И куда она стремится? Что это вообще значит? Невнятность и бессмыслица. Правильный же перевод. Эта часть не имеет четкого окончания. Она перетекает в следующую. И мне тебя немного жаль. Старый рояль, мне поверь, мне поверь, Старый рояль. Перейдем к другому искусству, изобразительному. Знаете, каковы два важнейших предмета, изучаемых в художественных школах? Это рисунок и живопись. Грубо говоря, живопись – это передача цвета, а рисунок – передача формы и перспективы. Когда художник говорит «я рисую», это значит, он создает линейное или штриховое изображение карандашом, реже другими способами, например, углем, сангиной, пером. А когда художник работает над живописным полотном, кистью и красками, он никогда не скажет «я рисую картину» или «я рисую масляными красками». Так выражаются только дилетанты, не сведущие в искусстве. Живописные картины не рисуют, а пишут. Картина написана маслом. Этюд написан акварелью. Художник отправился писать этюды. В английском языке понятия «рисунок» и «живопись» обозначаются как «drawing» и «painting». Соответственно, «draw» – это рисовать, а «paint» – это писать. В профессиональном переводе эти понятия нельзя смешивать. Маленькие фрагменты из кинофильмов. Первый фильм называется «The Artist's Wife». В нем рассказывается о закате жизни вымышленного художника по имени Ричард Смитсон и его жены. Как прошли занятия? Я рисую, Клэр. Мы видим, что художник стоит за мольбертом у большого подрамника с натянутым холстом, а в руках у него банка с краской. По-английски он говорит «I'm painting». Его реплику следовало перевести «Я пишу, Клэр». Я бы посоветовал фирме, озвучившей фильм по-русски и гордо указавшей свое название «Pride Production» взять это на заметку, но, как сообщает нам интернет, эта фирма на сегодняшний день уже ликвидирована. А вот фрагмент еще из одного недавнего фильма «Солнце в ночи» – «The Sunlit Night». Главный персонаж – молодая, но тоже профессиональная художница, которая уезжает из Америки в Норвегию, чтобы там поучиться у известного живописца. В отрывке диалога, который вы услышите, в оригинале трижды повторяется слово «painting». Послушаем русский дубляж. «Рисование – это уход от реальности?» «Нет, рисование – это цель. Думаю, любовные дела были уходом от рисования». Не могу удержаться от эмоционального возгласа. Это просто ужасно. «Вместо живописи – рисование». Так назывались когда-то уроки «малевание по бумаге» в начальной школе, да и то, если не ошибаюсь, это название уже давно изменили на «изобразительное искусство». Но я был бы несправедлив к переводчикам, если бы отмечал только ошибочные переводы. Обратимся к фильму, посвященному на этот раз реальному художнику Винсенту Ван Гогу. Должен сказать, что это выдающийся фильм, сделанный в технике анимации, стилизованной под манеру самого Ван Гога. И эта анимация не плод искусственного интеллекта, а работа 125 настоящих художников, написавших в стиле Ван Гога тысячи картин маслом для покадровой съемки. Очень рекомендую его всем к просмотру и должен отметить, что и работа русских переводчиков и укладчиков дубляжа оказалась на высоте. Фраза «painting from 8 until 5» совершенно правильно и профессионально переведена. «Писал с 8 утра до 5 вечера». Именно «писал». Сразу видно, что переводчик не был дилетантом в искусстве. Однако, постойте, в этом фильме есть эпизод, где «paint» переведено по-другому. Арман Рулен, друг покойного Винсента Ван Гога. Рад знакомству. Говорят, он любил бывать у реки? Винсент? Да. Он был не слишком разговорчив. В основном сидел тут и наблюдал. Иногда рисовал. Однажды мы с ним были тут вдвоем. Я удел рыбу, он рисовал. Нет. Все было не так мило, как я рассказываю. Он, когда рисовал, шумел. Пыхтел, как паровоз. Что такое? В этом отрывке три раза звучит «рисовал». Неужели переводчик на сей раз допустил оплошность? Но нет. Причина его решения, я думаю, в другом. Ведь эти слова принадлежат лодочнику, простому сельскому жителю, который сдаёт в аренду лодки, желающим покататься по реке. Конечно, его трудно представить человеком, искушённым в терминологии искусства. В его устах рисовал вполне понятное словечко и оправданная чёрточка в этом образе. В заключение поговорим ещё об одной категории ошибок, которую допускают переводчики в контекстах, где так или иначе затрагивается живопись. Это название цветов и красок. Как вы понимаете, художники различают больше оттенков, чем обычные люди. И даже дети, которые только начинают учиться живописи, сразу осваивают название красок, которыми можно передавать эти оттенки. Вот типичный набор акварельных красок, которыми должен пользоваться каждый ученик художественной школы. Он почти не изменился со времён моего детства. Каждый оттенок краски именуется пигментом, из которого эта краска получена. Слова кадмий – жёлтый, лимонный, кобальт – синий, умбра – натуральная или жжёная, марс – коричневый, сиена – жжёная, охра – ультрамарин и другие сразу становятся незаменимыми в обиходе художника, и он уже не может называть цвета по-другому. Но переводчиков названия художественных цветов постоянно ставят в тупик. Особенно обидно, когда переводят тексты или фильмы про знаменитых художников и вкладывают им в уста сущую ерунду. Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Девушка с жемчужиной» про великого нидерландского живописца 17 века Яна Вермеера. Теперь давайте разбираться. Итак, согласно русскому переводу, из пигмента под названием «винно-красный» якобы делают ярь-медянку. Очень хочется спросить переводчиков, а знают ли они, что ярь-медянка – это зелёная краска? И могут ли они объяснить, каким образом из винно-красного пигмента можно получить зелёный цвет? На самом деле, конечно, всё не так. Художник показывает девушке стеклянную колбу и объясняет, что это сосуд с вином. По-английски «wine skin» – буквально «бурдючок». Так он называет стеклянный сосуд, чтобы простой девушке было понятнее. Из вина не делали красок, но использовали вот как. Сосуд с закисшим вином, позднее его стали заменять уксусом, вкладывали или навешивали над ним медные пластинки, которые окислялись под воздействием паров уксусной кислоты. Налёт окисла – это и есть ярьмедянка, которую счищали ножом и получали зелёный пигмент. Так что правильный перевод был бы – это сосуд с вином, с его помощью изготавливают ярьмедянку. Не спорю, это очень специальные сведения, но в интернете их найти можно, и то, что переводчик этого не сделал, не говорит в пользу его добросовестности. И ещё один ляп. Вермеер называет чёрную краску «Костный уголь». Опять неверно, подозревая, что переводчик заглянул в словарь «мультитран» и выбрал этот вариант перевода из нескольких там имеющихся. Но сделал это набум. Даже в «мультитране» находится нужный термин, если читать пояснение в скобочках «пигмент» – чёрная краска. По-русски это называется «кость сжёная». В прошлом пигмент реально получали из «жжёных костей». Сегодня это синтетическая имитация, но она всё равно называется у художников «кость сжёная». И ещё возьмём для примера фильм, в котором название краски вынесено в заглавие. «Cobalt Blue». Переводчики почему-то испугались этого термина и перевели приблизительно «глубокая синева». Правда, в комментарии сочли нужным дать такое пояснение. Оригинальное название ленты звучит как «cobalt blue», что в переводе с английского означает «голубой кобальт» или «кобальтовый синий». Это один из оттенков, который крайне часто используют в современном дизайне. Нет, и не «голубой кобальт», и не «кобальтовый синий», а «кобальт синий». Вот одна из двух основных синих красок, без которых не могут обходиться художники, и которых они не могут не различать. Вторая синяя краска «Ultramarine». Он имеет более теплый и глубокий оттенок, чем «кобальт». И если уж и говорить про «глубокую синеву», то такой глубиной цвет отличается именно «Ultramarine». «Кобальт синий» художники используют с очень давних времен, и отнюдь не только в современном дизайне. Разумеется, правильный перевод названия фильма на русский язык «кобальт синий». Я бы мог еще поговорить о том, как переводчики постоянно путают этюдники и мольберты, но на это у нас уже нет времени, и разобраться с этими терминами я вам предлагаю уже самостоятельно на досуге. Пора подвести итоги. Итак, прошу вас запомнить, в случае, если вы не знали. «Piano» переводится как «fortepiano» в двух случаях. Первый. Когда мы говорим об этом музыкальном инструменте абстрактно, в обобщенном смысле, как в выражении «играть на фортепиано» или «концерт для фортепиано с оркестром». И второй, когда имеется в виду старинный инструмент, прародитель современных пианино и рояля. В остальных случаях может подразумеваться или «grand piano» – и по-русски это «рояль», или «upright piano» – по-русски «пианино». Путать одно с другим и говорить про рояль «пианино» просто безграмотно. В академической музыке симфонии и концерты делятся на части, именуемые по-английски «movements». Это по-русски не «темпы», не «варианты» и, разумеется, не «движения», а именно «части». В живописи не путайте, пожалуйста, глаголы «рисовать» и «писать». Рисуют карандашом, пишут красками. Ни один профессионал не скажет «Я рисую картину». Живописцы пишут портреты, пейзажи, натюрморты, исторические полотна. И знайте, что художники различают в красках дополнительные оттенки, которые именуют названиями пигментов. В случае затруднений справляйтесь с палитрами цветов, которые легко найдете в интернете, причем некоторые из них многоязычные. А самое главное – больше интересуйтесь искусством. Уверяю вас, вы ничего не потеряете, но многое приобретете. Меня прекрасно и прельщает Ор-Рафаэль Ор-Ренессан Искусство так обогащает Не упустите вы этот шанс! До новых встреч на канале Языковые тонкости! Привыкнуй к джазу И мне тебя немного жаль Старый рояль, мне поверь, не поверь, Старый рояль! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok